Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, добрый день! Сегодня у нас неочередное заседание, потому что мы кинчем, потому что вроде как объявили, что для лета мы заначиваем, но это очень попросили, захотели опробовать свои силы выступить, но мы не могли ей отразить на какое-то желание, поэтому сегодня мы заслушаем лидер Банда, но будет общая презентация, поэтому я думаю, что тут за кругом. Убедительная просьба говорить в микрофон, так как идет запись, и запись голоса будет переключена в микрофон, осуществляется. Если вы, в принципе, не в микрофон, то вас просто не будете слышать на запись. Итак, давайте я обеду темы и отбачки. Первая тема — это цель токсичности анабиотиков различных групп, методом фототестирования на семенах растений, биоплата как способ очистки воды на территории Байкальского региона и вертикальный сад как способ очистки воздуха в учебных аудиториях. Сегодня нашими докладчиками будут Балдаева Елизавета, Протасова Дарья, Выгузов Александр, Ашарапова Дарья и Усов Петр. Все, ребята, я передаю вам слово. Все, прошу. Здравствуйте, уважаемые участники и гости. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию наш проект под названием квалификации источников капотического мусора на территории Байкальского региона. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. .... Еще раз, как раз! различных групп методов фитоксизирования на семнах растений. В качестве антибиотиков мы получили семена таких растений, как рис, крестолад, овес, конопля, горчица и редька. Исследования мы проводили в таких антибиотиках раков дитроциклин, аминоксицелин, бициллин-3, левомецитин, цифровых локации и ревтриакционных. Это праздник в помощи с самым поработать. То есть исследование проводилось в чарах петли. В них на петровых бумагах помещалось по 20 семян и опоквачивалось 15 литров раствора антибиотиков. На 3-4-й день изучалось энергии проста и семян и их сложности. То есть осмотр был с целью проведения, было выявлено или нет, пресеним, и также был подсчет количество промышленных семян. На 6-й и 10-й день мы определяли длину краневой и надземной части с помощью линейки. Здесь вы можете увидеть на примере овес посевной. Почему мы выбрали именно овес на примере? Потому что он пророс хорошо, чем другие семена. Получается, все данные были обработаны нами статистически, и в качестве наглядности мы показываем вам их в виде диаграммы. На 1-й диаграмме вы видите проращивание стилиан именно полностью, а на 2-й диаграмме у нас проращивание корневой части. На каждой диаграмме у нас указаны именно растения, какое мы проращивали, концентрации и их прирост. Как мы видим на слайде, здесь показан пророст в антибиотиках в триоксоне. Мы видим, что прорастание хорошее, значит, что антибиотик действует на семена. Данный антибиотик менее токсичный. А сейчас мы показываем вам проращивание стены на гимн в герцитине. По сравнению с этой реакцией видно, что проращивание куда хуже, значит, антибиотик действует на семена более токсичным. И alcohol с энерготометиками, которые встали, и я очень хочу сказать, что остались... В остальных антибиотик на проращивание была примерно одинаковая. Таким образом, те, кто здесь знали, как от концентрации и от видно антибиотиков, почти во всех пропорционах антибиотиков мы уже привели пропорциональность, при увеличении концентрации, достаточно уменьшая достаточно хороших семян. На ней все. Здравствуйте. Также из наших книг под тема была биопатка, способ очистки водоемов. Цель нашего проекта – это создать биопатка для активации водоемов от антибиотиков. Объекты с методами и методы для этих серверов. Создание номера у нас получается соответствующего проекта. Трубы в универсальный коврик, муфта, из-за расти мы взяли веер, отроз, конопля, весла и осуга. Метод это получается очистки воды водоемом. Положительные, обязательные качества биопатки. Из плюсов, я могу ответить, для ее официальное минимальное количество энергии, она практически не требует встречаться со стороны человека. Весной необходимо удалить заросшие системы для растений, а после сквода льда включить насос. В конце лет необходимо снять семенные доли растений, это способствует развитию корневой системы, что положительные наказывается на эффективность очистки воды. Очень придающийся за сроком насос для активного выключения. Из минусов. Если вы ограничите на отдельный водоем и участка, то биопатка лучше зря. Для эффективной очистки воды необходимо делать размер биопатка около 30-50% от общей площади водоема. То есть ваш потенциальный водоем увеличивается почти в два раза. На полную мощность биопатка выходит через 2-3 года, после посадки, или можно сразу высадить из него большее количество растений, но есть немало. В начале сезона, когда растения только просыпаются после зимы, эффективность очистки воды не так, но все так. Геопатка начинает работать в лобусилове через середину июня, когда отрастают все водные растения и начинают активно питаться. Процесс цветения воды может возникнуть в начале мая. В этот момент спасается 20 лет. Бактерии, как в нем, начиная работа при температуре, превышающие на нас, эти гературсы. В ходах плоды из выплывающих материалов мы снили в лоб. Плоды едят хорошую лобучесть и выдерживают вкус массой альциллоганта в 87 гамм. Почти два килограмма. После проверки потапливаются подъемности. Мы приступили к следующему этапу. Мы посадили овес, вода, блют, лес, слад, лирик. В следующем месяце мы продолжим наблюдать за растениями. И из данных растений мы выберем наиболее подходящее нам, чтобы присадить в слад. Активно у вас в первую неделю указал, где слад. Начиная с второй до третьей недели, после пасадки растений. В эти растения пасадки были готовы для пасадки плода. В следующем месяце мы будем наблюдать за растениями. В первую неделю растения шли взяли отлично, вода в слад. В течение второй недели растения начали погибать. И в конце погибли все растения. Растения выжили в водной среде. Они не будут сочек, поэтому подобрали растения, которые будут более устойчивы. Получается, мы подобрали это новое растение. Это у нас. Кому же, на зерне и на холочу широкого рода. Лизные, на сорок, и едва и полные. В заключении, я хочу сказать, что мы проделали работу с семенстрами, и конструкцию, какие растения. Требуется производить, спроектировать, собрать и оплату. Мы можем получать знания через выполнение задачи ураней. Теперь при работе, как и здесь, самая плана, окружающие среды, в поле. Объекты. Бойка, Бойка, Бойка. Бойка, Бойка, Бойка. Бойка, Бойка. Бойка, Бойка. Бойка, Бойка, Бойка. Добрый день. Моя матемия называется Катя Сарко, сусство чистки и ухудов, тенка, в мировое. Мы планируем во сегодняшний день, стало известно, что мы тем больше и больше изменяем нашу среду, используя механизм души. Поэтому было принято решение на разработок вертикальной создания для осуществления какого-то жизни нашего народа. То есть быстрее он сам наплёс, и ему лучше, чем отвечать за свои действия. Цель проекта – это сознать физическую форму, так как Россия не хочет сильно влиять на наше психофизиологическое состояние. Поэтому на мировоззрухное предотвращение – это самый модуль из средств, указанных у нас на слайде. Мы приобрели все необходимые компоненты и собрали образы установок. В нем мы тут решили посадить. В нем мы тут решили посадить. В нем мы тут решили посадить это в России. В первую очередь это коронавирус, фальфио и элитус. Так они благодарны большим воплощением негативного газа. Который выделяет для человека негатив. Они, в первую очередь, получат негатив. Дальше вот МДЛ – это, как мы говорили, выгодный человек. МДЛ – они разработаны для правососнания, для народных семян. Нет. Кандомоля создана для того, чтобы получать антидотик и забрать семью. И, как мы видим, это все из созданного проекта. Создан три реакция. И на этом самая реакция будет создан питунем, с посадками, чтобы определить условия какие-то оптимовательности. Мы выставим. Изводим изменения. Изводим изменения. После этого мы, вводим введом, с помощью оптимовательных заведений, как они будут прижиматься. И видим, что за определенную минуту времени они себя не могут проживать. Но в течение месяца они, естественно, будут вяты. Таким образом, в качестве структура. Ему становится лешечным в душе. Это своеобразный. Он статистическое путешествие получает от того, что растение его успокаивает. Правильно говорить. И дизайн. Все это практически далеко не интересно, поэтому он старается в дизайн. Поэтому дизайн способствует железнодорожению. И, так же, это влияет на клошечки минимального требования. Поэтому можно горизонтально тыграть, и не занимать пространство. А в институтах можно делать при этом с остальными условиями и, естественно, и, естественно, когда растения будут просто будут висеть и подсветать непонятные источники, которые будут выступать с вибрацией. Так же, они они будут регулировать климатическую условию предыдущего оборудования, они будут давать оборудование. Тем самым мы играем на кондиционерах. Что в минусах? Это повышение системы. Все материалы будут развиваться. измертые оборудование. Они могут чтобы на висеть 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 на Надо наоборот по среднему месту, если по-моему полонают в ярусах, в гастраках, в пассажах. С собой прошло тем самым, тем самым солнце станции и тени. Вся точнее, я стала светлыми людьми. Им нужно столько получать, когда дает солнце. И вот почему выборы в талажатурном великие осуществления слабил. Все им являются хорошими, чем счастливыми, подчищениями. У них не слова казаться. У всех у них больше сильных малов из десяти дней в парашек. По нашей школе, веком ранее, эксперты имеют ананази. В заключение, я хочу сказать, что мы смогли разрабатывать данные витекарные статусы к нам. Которые будут из того, как бы дадут в очередь студентов и педагогов, находящихся в политике с индивидуальным. И тем самым, пока обучившись из них, мы с ними имеем процесс, у нас с ним еще один вопрос. Хочу оставить свою вещь. И слушаю ваши вопросы. Майкер, пожалуйста. Майкер, пожалуйста. Сейчас. Нам были осуществлены витки проекта. Благодаря активному гранату ученого совета на тему технической риски понимательства в веке. Майкер, спасибо. Спасибо вам. Мы хотели ответить на вашу вопросы. Здравствуйте. 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 Вы рассматривали из точки зрения того, как поглощают, или только просто внешнее воздействие на антибиотиков, на прорастание всего? Получается, мы заглянем, разметок фитотестирования, а фитотестирование, на фитотестирование, на фитотестирование, это полметод биотестирования, и он заключается в том, что идёт измерение имена из помощники. А там, да, можно было бы проверить, сколько они поглощают антибиотиков, и так далее, и узнать более точные результаты. Но поскольку у нас на кафедре, в лабораториях нет такого оборудования, мы использовали только метод фитотестирования. И, как Саша рассказала, мы выбираем растение, как бы вообще изначально это всё идёт очистка от антибиотиков, и мы смотрели, как поглощаются антибиотики, и они наравне смешали те же растения только при оплате своей. Получается, когда занимались фитотестированием, они смотрели на эти подрастения, как они именно конкретно поглощают антибиотик. Затем мы уже смотрели, что лучше поглощать антибиотик, мы саживали в биопаты и смотрели, то есть будет оно прорастать в биопаты или нет. То есть этим самым мы и сможем, будет ли данное растение поглощать антибиотик из даны. То есть ещё, где мы дальше дорабатываем свои фитотестирования, мы дальше проверяем все растения на водной среде, и тем самым получается и дорабатываем наши фитотестирования. Это, собственно, бакалаврская работа и, соответственно, магистрская работа. Хорошо. Еще вопросы? Ребята, насколько я понимаю, проект как комплекс, как-то часть с антибиотиками, она с биоплатно связана, а вот эта часть с ценой, каким образом в общем этот проект интегрируется? На нижнем диагнозе, сделайте новое антибиотик. Вот так, кстати, на семинарном коллеге. На семинарном коллеге, это же цель выйдет уже в наиболокрану, и наши коллеги, которые могут точно антибиотики поплачать, после этого мы проращиваем, уже и смотрим, как результат будет дальнейший. Если ты говоришь так, более приземленно, то есть, какая-то стена стоит в помещении, она какой-то функционал, возможно, имеет в плане очистки воздуха, ну и сложно представить, когда геотик в воздушной среде появляется, и это будет работать именно в такой любой модели, ну, как бы в почве, понятно, да? Ну, я все покажу, этот момент не совсем в свободе. Мы используем грудно-топливный элемент, то есть, вот постановка МТЭ, мы туда добавляем бактерию, пищевую колию, также используем антибиотик и цилинд, чтобы в дальнейшем там использовать такую конструкцию, как батарею. У меня не такой вопрос с точки зрения коммерциализации, я все-таки экономист, какая практическая значимость будет в итоге, подумайте, для вашей работы с точки зрения коммерциализации. да, вот есть какая-то коммерция, но на аналогичном уровне, ну, это канал в зарплатах. Люди включат на физики с условием ТА, например, при клипе взятыми, до тема отописания до ТА, постоянно радостно обновлять цены, Создание в этом условии, например, дать человеку воздуха, создание в гостинице специально, они получают негативные факты и добавляют воздух. Тем самым у работника создается дополнительный воздух, он может работать нечасто, а второе. Это эффективность обоих производителей. А вы это как у нас в своем маленьком паре? Ну, вот смотрите, они не покупают основного, что у них эффективность. Наша работа является востребованным. И вот кто-нибудь приобретет нашу сторону. Я не могу без комментариев оставить. С одной стороны, нам важно понять, что формат Pitch.ru такой своеобразный. Да, это короткий доклад, он про науки. Но в то же время, как в такой короткий момент времени, когда мы должны рассказать что-то, чтобы было понятно, чтобы люди оказались. И это случились тысячи из бизнесов, как по истории, где люди что-то подают. То есть за короткий момент времени они себе зажигательно рассказали, кто потенциально инвестор сказал, ну все, надо. И дальше о чем-то говорить. Если сейчас формат либо артический договор, то вот попал в лифт, вот ты едешь к человеку. Задовременно, пока ты едешь, сможешь продать себя с ордаками, чтобы я купили. Но у меня тоже не отношение, потому что коммуникация научит. Да, вот этот момент очень важен. Во-первых, рассказать так, чтобы тебя поняли. Так, чтобы вопрос задали на уточнение, возможно, в принципе, удовлетворить всем, что ты рассказываешь. И самое главное, чтобы тебя могут понять, это в том случае, когда поймут, зачем ты это делаешь. Есть, в соответствии с тем, как уличный контекст. То есть, зачем мне, как рядовой человек, это все знает. Есть за другой стороны, и чем он задавал, как учет. Вот, то есть, понять, как коммуникация работает, и как это в самом смысле. Если подогнал посмотреть, например, про сбережь. Ну, отчасти это мне было понятно, я уже доклады коллег слышал. Ну, в общем, я как-то схватил так сразу. Но когда мы начали диаграмму показывать, вот многих элементов не хватает. Ну, например, не судить за смирением, да. То есть, понятно, что время, загрозка, а что, по одной оси, по другой. Время, то есть, какие-то миллиграммы, килограммы. И мы с вами уже немножко понимаем, что даже как уже элементы по научной коммуникации. Какие-то грузовые методы, чтобы вести инфраструктуру. А потом уже в тех, кто проявил, ну, как-то настолько-то раз больше, что сколько-то раз меньше. Там есть связь. Ну, связи, вот эти моменты все различные. Различные, да, единственные измерения. Все хорошо показывают графику. То есть, здесь, когда рассчитают, как и все показывают. То есть, вот эта часть ложечной коммуникации, она, если вы ее уже используете, то вы ее уже используете. Так, грамотно, да. Нужно, чтобы, как бы, любой человек не зависел от своей инфраструктуры. Ну, понятно, что эти единицы измерения. Вот такие, вот, там, дальше, одна меньше. Ну, даже, когда мы ищем, два видеограмма составляет, у вас там, предположим, ну, до девятых, да, они отличаются. То есть, вот, там, канатная лица. Ученцы, да, ну, канатная лица. Ученцы, да, ну, канатная лица. И уже тогда идет просто визуально с собой, как бы, ну, не можешь подвести в сон. Этот момент вот такой. Важный. В том плане, если вы действительно хотите, чего-то отзываете. С материном, там, ну, какая ситуация, то есть, вы изначально какие-то вещи отзываете, там, что-то, элементы какие-то, да. Вводите, например, обрегаем туда, вот, 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 там, чего-то, да. И, ну, никому что понятно. Все-то люди не всегда бывают, да, в том плане, да. И все очень чувствуют, что они должны ввести в войну. Самый важный способ сказать, что ну, как, вот это мы все сделаем, это вообще-то такая штука, которая всем у нас. Вам 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 надо. Кто-то, кто-то там принесет, да, и сейчас сказать, как это работает. Ну, то есть, вот, надо, на самом деле, чуть-чуть, как бы, без боязни, чтобы перед получать этот текст. То есть, как вы видите, вас слушают в целом, которые в вашей стороне за минутку, Он всегда так, он всегда так, мне это нравится, но он уже, так сказать, не видимо, потому что он внимательно задаривает, старается там разобраться, и все. И третья часть у меня, вот, из-за того, что это вопрос, они, как бы, очень через сцену, это понятно, что очень полезно, да. Ну, вот, если в контексте, в общем, такого проекта, нужно какие-то связи, что, вот, ребята, кто-то, кто-то там делает это, что-то там нельзя, но я ел. Таким образом работают. Вот, ну, это мои, такие, как бы, большинство для вас пожелания, в качестве такого бэка вы как-то будете дальше с этим проводить, но в целом очень понравилось. Спасибо. Есть еще много комментариев, что они бы сказали. Все, тогда большое спасибо участникам наших светов. Сегодня наши пичи закончены. Увидимся в следующий раз. Скорее всего, это уже будет сентябрь, и мы начнем новый этап, новые пичи. Каждый среду будем встречаться все вместе, чтобы обсуждать новые проекты. Все, всем спасибо. 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 Продолжение следует...